Вы все сделали правильно, абсолютно правильно. И все, что вы описывали, это закономерно и правильно. Само чувство, что вас уже... Понимаете, вы прошли все стадии побед над судьбой. Смотрите, первая стадия – спокойствие в сердце. То есть есть три круга жизни. Судьба находится в трех этих кругах. Первый круг жизни – это память о себе и мое сердце. Второй круг жизни – это между нами, это наше общение, отношение. Третий круг жизни – в нем. Когда человек проходит первый круг в молитве побед над судьбой, наполняет свое сердце силой, а напряжение в сердце уничтожается, то в этом случае человек чувствует, что все будет хорошо в его жизни. Она эту стадию прошла. Вторая стадия – влияние. Она начинает разговаривать с человеком, который по факту ее оскорбил и предал. Это очень сильное предательство – бросить жену с двумя детьми. Она с ним разговаривает, как будто ничего не произошло. И даже у него появляется другая семья, и все равно ее это не волнует, она с ним разговаривает спокойно. Значит, она победила на втором этапе в отношении. В этот момент, на втором этапе, у него включается совесть. То есть, и дальше уже начинается работа внутри него. И она говорит, все, это не моя уже работа, это его дело. Я поехал домой, я свое дело сделала. Правильно. Продолжаю молиться. Потому что это не мое дело, с кем я буду жить, а дело Бога. Это Он все решает. Вы свою работу сделали. Продолжаю молиться, потому что есть еще третий круг жизни. Он сейчас происходит внутри него. Сейчас внутри него весь этот пожар идет. Вы не знаете, что внутри него происходит, а я вижу это. Потому что я вижу эти отношения все. И поэтому я всем сказал, смотри, что дальше будет. Потому что вы прошли два круга, внутри него сейчас идет работа. Его тянет к вам сейчас. Вам он уже не нужен, потому что вас уже не тянет. Люди очень эгоистичны по своей природе. Надо делать так, как хочет Бог. Бог хочет сохранить семью вашу. И наказать ту женщину, которая поступила неправильно. Потому что она знала, что он женат. И все равно она его вытащила из семьи. Она тоже разумная женщина, интеллигентка. Ну, как бы она просто не воспитана правильно. У нее немножко совести не хватает чуть-чуть. И вот сейчас она тоже начинает страдать от этой ситуации, потому что она видит его состояние, видит, что он думает постоянно в напряжении. Не отвергайте его. Дайте человеку шанс. Иначе вы его бросите, а не он вас. Просто живите молитвой своей жизнью. Любите всех. Смотрите на результат. Результат придет в течение четырех месяцев. В течение четырех месяцев он примет решение. Скорее всего, в вашу пользу. Сейчас такой расклад. Но все может быть, я не могу гарантировать. Сейчас идет война в его сердце. Если он потянется к вам, примите его. Поймите, что то, что произошло, не является чисто его ошибкой. Вы примерно четыре года жили в полном устошении друг с другом. Он истощился полностью психически. Мужчина, он питается только от женщины. А женщина питается и от детей, и от родственников. То есть ей легче выживать в этой ситуации. То есть он был полностью истощен. И когда он поехал, он прилепил к себе вот женщину. Потому что они всегда клюют на таких мужчин. Чувствуют. Женщина чувствует, что мужчина нуждается в женской любви. И она нуждается в мужчине. В результате произошло вот это совпадение. Так действует ваша судьба. Подействовала. Поэтому... Не, нормально, все. Движемся вперед. У нас сегодня тема «Сохранили семьи в мегаполисе». Но я как бы просто начал в целом о жизни в мегаполисе. И завтра продолжим. И об этом будем говорить тоже больше о семье. Вот. Ну то есть вот эта вот идея. Идея заключается в том, что правильно вы обратились ко мне. Потому что вот в этой ситуации человек, он не знает, что ему делать дальше. Как бы вы свою работу сделали. Вы не чувствуете, что вы должны еще что-то делать. А все нормально. Теперь работа идет внутри него. Надо просто подождать четыре месяца. Надо ставить ему срок полгода. Если через полгода он не возвращается, то вы ему ничего не обязаны. В этом случае Бог вам даст другого человека гораздо лучше. А если он вернется, то он станет гораздо лучше. То есть у вас сейчас нет поражения в жизни. Вы свое дело сделали. Спасибо.